Добрый день! Сегодня поговорим о хламидиозе, одной из наиболее частых инфекций, передающихся половым путем и вызываемых хламидиатрахоматис. Досмотрите видео до конца и подписывайтесь на наш канал. Хламидии встречаются у женщин в возрасте до 25 лет с частотой около 10%. Заражение женщин и мужчин происходит при любом виде незащищенного полового контакта. Если у женщины во время беременности в мазке обнаружены хламидии, возможно развитие внутриутробной инфекции у плода. У женщин с хламидиозом чаще возникают самопроизвольные выкидыши в разные сроки беременности, повышается частота преждевременных родов. Кроме этого, новорожденные могут заразиться во время родов от больной матери. Хламидии могут участвовать в развитии вагенита, цервицита, цистита, пилонефрита, воспалительных заболеваний органов малого таза, осложнений течения беременности, послеродового и послеабортного периодов, а также вызывать хламидийный фаренгит, конъюнктивит, реактивный артрит, хламидийные инфекции аноректальной области. Хламидии являются одной из основных причин развития спаечного процесса органов малого таза и, как следствие, трубноперитонального бесплодия нематочных беременностей. У 50% женщин и мужчин хламидиоз протекает бессимптомно. Симптомы хламидиоза появляются в промежутке от 14 до 30 дней после инфицирования. К ним относятся слизистогнойные выделения из половых путей, межменструальные кровенистые выделения, зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании, боль во время половых контактов, боль в нижней части живота. При восходящей инфекции, когда воспалительный процесс распространяется на органы малого таза, матку, маточные трубы, яичники, симптомы будут соответствовать особенностям течения инфекционно-воспалительного процесса той или иной локализации. У новорожденных, рожденных от матерей больных хламидиозом, возможно возникновение хламидийного конъюнктивита, пневмонии, а также генерализованных инфекций. Наиболее точным методом диагностики хламидиоза является исследование ПЦР отделяемого цервикального канала на хламидия трахоматис. Чувствительность и специфичность данного метода достигает 100%. Определение антител к хламидиям в крови в настоящий момент не используется для диагностики хламидиоза, так как иммуноглобулины А и иммуноглобулины М не являются высокоспецифичными для хламидия трахоматис, то есть могут определяться в крови у женщин, контактировавших с другими видами хламидий, а иммуноглобулины G свидетельствуют только о перенесенном хламидиозе, то есть не могут подтверждать факт наличия инфекции в настоящий момент. В случае выявления данного микроорганизма всегда проводится лечение у обоих половых партнеров. Хламидиоз лечится антибактериальными препаратами из группы тетрациклинов, азолидов, макролидов или фторхиналонов. При обнаружении хламидии во время беременности в обязательном порядке проводится лечение, однако препараты из группы тетрациклинов, а также фторхиналонов противопоказаны. На время терапии необходимо исключить половые контакты, а до контрольного исследования контрацепция во время сексуальных контактов осуществляется с использованием презерватива. Контроль излеченности рекомендуется через 1 и 3 месяца после окончания лечения методом ПЦР. Снизить риск заражения позволяет использование барьерной контрацепции, то есть презерватива при сексуальных половых контактах, скрининг во время беременности на наличие хламидий, а также ежегодное скрининговое обследование женщин из групп риска. Если у вас остались вопросы после данного видео, то задавайте их в комментариях и приходите на прием к врачу-акушеру-гинекологу Центра иммунологии и репродукции. Субтитры создавал DimaTorzok